Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Пандемия, которая началась весной и, как многим казалось, пошла на убыль, должна была закончиться, продолжается. И по новым прогнозам продлится еще не менее года. Ограничительные мероприятия сильнее всего отразились на деятельности, связанной с привлечением большого количества людей. Деятельность религиозных организаций исторически связана с собраниями, с близким общением верующих, и потому от введенных мер она изменилась. Мы взяли интервью у пастора одной из нижегородских церквей Дмитрия Николаевича Булатова. Дмитрий Николаевич, Вы являетесь пастором Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Ну, ни для кого не секрет, что в условиях пандемии многое изменилось в жизни. Что изменилось в жизни Вашей общины? Первое, если говорить о том, что изменилось, то пришлось пересмотреть формат богослужения. В связи с тем, что в определенный момент вообще нельзя было посещать церкви практически всем, а сегодня нельзя посещать церкви 65+, пришлось пересмотреть формат богослужения. У нас параллельно всегда была трансляция нашего богослужения. То есть мы всегда вели в последние несколько лет трансляцию богослужения. В этом нам было проще перестроиться. Просто мы сократили богослужение, мы сделали его более динамичным. И мы теперь не говорим, что это трансляция богослужения, а мы говорим, что это онлайн-богослужение. То есть мы дали людям возможность участвовать в онлайн-богослужении. То есть церковь ушла в интернет? Она осталась в реальном мире, и она параллельно проводит свою деятельность в интернете. Во всяком случае, богослужебную деятельность точно. Понятно. А в жизни церкви вне богослужения? Что поменялось? Конечно, людям стало... Люди стали меньше общаться друг с другом. Это естественно, потому что люди стали меньше встречаться. А поскольку церковь – это собрание, вот это момент. Одно дело все-таки дома, а другое дело – собраться вместе. Нет общения. Ну и самая главная проблема, что люди действительно болеют. Очень много людей, вот конкретно в той церкви, где я пастор, очень много людей, особенно сейчас, вот во вторую волну, они переболели и болеют на данный момент. Мне кажется, вот если говорить еще о духовной стороне этого вопроса, ведь все-таки, да, это церковь, то, наверное, все-таки люди веру не потеряли. В целом, мне кажется, вот это мое личное восприятие ситуации, люди веру не потеряли. Наоборот, может быть, в какой-то степени вот эти испытания, они помогли людям больше надеяться на Бога, особенно с той ситуацией, где они там сами, может быть, беспомощны каким-то образом. Вот. Вот. Поэтому… Просто функция церкви, насколько я понимаю, это не только богослужение, это даже не только личное общение членов церкви, там, по каким-то дням недели, но есть же еще какие-то социальные функции, поддержки, еще чего-то. Вот что-то появилось новое или какие-то служения, они развиваются сейчас в условиях вот… Социальное служение в нашем храме осуществляется двумя церквями, которые собираются в нашем храме. В эпоху пандемии оно возросло в разы и, может быть, несмотря, вопреки всему, оно не останавливалось и не ушло в интернет. Конечно, когда нельзя было собираться, людям привозили помощь на дом. Есть группа людей, вот весной, регулярно объезжали людей, принимали заказы и оказывали волонтерскую помощь тем, кто нуждается в этом. Сегодня, по сей день, человек в храме может найти социальную помощь, социальную поддержку в виде продуктов, в виде одежды. И это служение не прекращалось и, наоборот, увеличилось за вот этот период. То есть у людей больше потребностей и, соответственно, у церкви больше возможностей их служить. У людей… Я думаю, что это не пандемия на это повлияла. Просто мы как бы в этом служении начали развиваться чуть раньше, оно просто расширяется. И вот на данный момент мы, наоборот, переживаем о том, что слишком много людей хотят прийти в храм. И мы переживаем, что столько людей нельзя пускать в храм, сколько хотят прийти. Поэтому вынуждены ограничивать все-таки это на данный момент. Но, слава богу, есть очень посвященные люди, которые социальное служение осуществляют сейчас в этот непростой момент. Многие из них тоже как-то переболели, но вернулись и встали обратно на это служение. – Как вы считаете, пандемия рано или поздно закончится? Служение в церкви, ну, сама церковь, она вернется к какому-то предыдущему состоянию? Или она уже такой больше не будет? – Я думаю, что очень, во всяком случае, надеюсь на это, что люди в церковь вернутся в своем полном составе практически, да. Но люди будут более свободны, используя современные возможности, участвовать и в интернет-богослужении. Во всяком случае, территория нашего церковного канала увеличилась в 8 или 9 раз. – Аудитория? – Аудитория именно нашего интернет-канала, YouTube-канала. Вот, поэтому я думаю, что это тоже какой-то плюс, то есть это тоже некая перспектива будущего. То есть люди вернутся в церковь, я глубоко в это верю, и люди будут еще вокруг церкви, будут в онлайн-церкви, так скажем. У нас в гостях член Общественной Палаты Российской Федерации, член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Ну, собственно, прошло уже довольно много времени с начала пандемии ковид. Собственно, различные карантинные, санитарные и прочие меры действуют уже несколько месяцев. И сейчас они потихоньку снимаются, но, в общем-то, мы видим, что что-то снимается, а что-то может быть еще и возвращено. И вот вся эта ситуация эпидемическая и, ну, собственно, скорее противоэпидемическая, которая предпринята, все это существенно поменяло нашу обычную, привычную жизнь. К вам, как к священнослужителю, вопрос, как это повлияло на жизнь религиозных организаций и верующих? Да, вот, спасибо за ваш вопрос. Это очень болезненный вопрос для жизни религиозных общин, для жизни верующих. Потому что смысл веры в том, чтобы эту веру исповедовать совместно. Не по-одиночке, а совместно. Это в любой религии, в любой конфессии составляет сущность как бы религиозной организации, религиозного объединения. И вот как раз пандемия ударила по этому совместному исповеданию веры. И весной, значит, 20-го года был период, когда несколько месяцев фактически религиозные собрания были прекращены. И велись только видеотрансляции, значит, по использованию, используя интернет, современные программы, зум. Ну, то есть верующие непосредственно друг с другом общаться. Да, то есть сидели дома, да, и прекратилось такое личное общение только через телефоны, через средства интернета и современные средства коммуникации происходило общение. И потом, конечно, после более-менее нормализации, да, вот этой ситуации с пандемией стало возможно проводить собрания. Они сегодня проводятся, но уже, конечно, не в том формате, как раньше. То есть существует санитарные требования, специальная рассадка, чтобы люди подальше друг от друга сидели. Предупреждают людей старшего возраста до сих пор в некоторых регионах, кстати, существует запрет на посещение массовых мероприятий людьми 65+, да, как у нас говорят. Вот, тоже это соблюдают. Масочный режим, перчаточный режим, измерение температуры. Все это сегодня присутствует во время проведения богослужений, религиозных собраний практически во всех, значит, религиозных организациях. И надо сказать, что это работает, потому что вот я был свидетелем, не так давно был на религиозном собрании своей общины, христиан-адвентистов, седьмого дня. И там пришла одна прихожанка, при входе мерили температуру, и прямо при входе выявили, что у нее повышенная температура, отправили ее домой. И это предотвратило возможное заражение. Мы не знаем, может быть, это и не с коронавирусом связано с заболеванием, а может быть, и с ним. Поэтому при входе, когда померили температуру, отправили домой, это предотвращает возможность заражения. Да, в общем-то, даже если не коронавирус, это вполне себе предосторожность не лишняя. Да, совершенно верно. То есть, когда в замкнутом помещении человек больной находится, то, в общем-то, он может быть источником инфекции для остальных. Не обязательно коронавирус. Ну да. Вот санитарные меры, как вы говорили, да, они работают. Они работают. Они, ну, будем так говорить, в основном, они с целью защиты здоровья. Но не являются ли эти меры ограничением, ну, в том числе и религиозных свобод? Ну, знаете, я хочу определенно сказать, что данные меры действительно являются ограничением религиозной свободы. Потому что, ну, религиозная свобода подразумевает свободу собрания. Мы говорили, что собрания наши ограничены. Религиозная свобода подразумевает свободу проповеди или миссионерской деятельности, как еще у нас принято и в законе тоже есть такое. То есть, свободно делиться, да, своей верой, своим убеждением. А это тоже ограничение, потому что весною люди сидели по домам, не могли выйти, поделиться своей верой. Да и сейчас тоже во многом проведение каких-то евангельских мероприятий, религиозных программ, она тоже ограничена в связи с карантинными мерами. Поэтому, естественно, что данные меры ограничивают религиозную свободу. Вопрос только в том, что нам нужно понять, верующим прежде всего нужно понять, с чем связаны эти ограничения. Тут важно, каковы мотивы этих ограничений. И для верующего человека должно быть понимание того, что единственным основным мотивом этих ограничений для верующего человека является вопрос спасения человеческой жизни. И мы смотрим, читаем Евангелие, да, и пример вот такого ограничения – это наш Господь Иисус Христос. Он сам себя ограничил в человеческом теле, сойдя с неба, да, оставив свой небесный трон, как принято говорить во время проповеди, да. Он пришел на эту землю, принял на себя ограничение человеческой жизни ради того, чтобы спасти нас, людей. Вот когда сейчас во время пандемии мы ограничены в своих религиозных действиях, мы как верующие, ну, я говорю, конечно, о христианах, христианин, да, вот, мы руководствуемся именно вот этим пониманием христианства и этим пониманием роли Христа. Мы берем эти ограничения на себя, спасаем человеческие жизни, и в буквальном смысле это происходит. Кстати, в Священном Писании есть примеры подобных ограничений, когда народ израильский выходил из Египта и находился вот в пустыне, там, 40 лет, да, то тоже были Господом установлены правила для вот этого общежития, да, человеческого, для жизни израильского народа. Если кто-то заболевал, там, проказой, например, да, или эта книга числил пятая глава, там описаны эти правила, или, там, прикасался к мертвому телу, то есть, возможно, мог заразиться, да, от умершего какой-то болезни, то его должны были отделить от стана, от общего места, где жили люди, и он должен был какое-то время жить вне стана, пока не определится, есть у него болезни или нет. То есть, это все, все эти санитарные меры, они, в общем-то, в Библии существовали в то время, и поэтому мы, как верующие, должны их соблюдать. Я думаю, что это касается не только христиан и других представителей других религий, они тоже должны об этом понимать и думать. Санитарные меры, безусловно, как сказать, они важны, они действительно исторически существуют, ну, как бы не вчера придуманы. Вопрос, собственно, в том, а насколько вообще эта болезнь опасна? А то, может быть, санитарные меры приносят больше вред, чем сама болезнь. Вы знаете, когда начиналась пандемия, а это, в общем-то, произошло сразу после Нового года, значит, мы сначала слышали вести из Китая, из города Ухань, но это как-то казалось для нас далеко, и не касалось нашей жизни, мы просто смотрели как сторонние наблюдатели на то, что происходило в Китае. Но когда уже к февралю стали появляться у нас в России вот эти случаи, к концу февраля, когда в марте, значит, уже количество стало в разы увеличиваться, заболевших, вот, тут люди стали задумываться. Я, в общем-то, вплоть до, наверное, конца марта как-то тоже испытывал такие сомнения, насколько эта болезнь опасна. Ведь было очень много мнений, что это искусственно все раздуто, это какие-то политические там причины, да, и некоторые даже протестовали против этих мер, там, специально как бы их не соблюдая, да, так вызывающе действовали. Были такие случаи. В некоторых странах, в общем-то, не принимались никакие. Да, в некоторых странах, там, как Швеция, там, по-моему, как бы отказались принимать эти все меры, вот, и в Великобритании тоже на первоначальном этапе. Но когда это коснулось моей семьи, это уже по-другому было мной воспринято. Где-то вот в начале апреля моя жена немножко простудилась, и поскольку везде по телевизору говорили об опасности пандемии, она почувствовала там небольшую температуру, и вызвала сразу врача. Ну, позвонила, что делать, они говорят, вызывайте врача, а вдруг у вас коронавирус. Хотя мы точно теперь уже знаем, что у нее просто была простуда обычная, там, весенняя. Вот, пришел врач участковый и принес этот коронавирус в наш дом, с доставкой на дом. Ну, потому что врачи обходили других больных, где-то она подхватила. И вот, и эта болезнь, она вошла в мой дом, моя супруга заболела, причем у нее началось воспаление легких. И вы знаете, это произошло буквально вот несколько дней. Значит, через два дня после прихода врача, участкового, которая принесла нам коронавирус, но у нее внезапно к вечеру подскочила, буквально вот за какой-то час, да, подскочила температура до 39 градусов. И это была ужасная картина, потому что ее трясло, все части тела ее трясло. Она не могла нормально говорить. И, в общем, легкорадка была очень-очень сильная. Ну, вызвали там скорую, сбили температуру. Потом мы сделали, значит, рентген. Рентген ничего не показал. Поехали уже компьютерную томографию сделали. И вот она как раз подтвердила этот коронавирус. Но, конечно, через несколько дней у нее еще сильный кашель начался. То есть, ну, как раз компьютерная томография подтвердила, что у нее началось воспаление легких. Буквально несколько дней, вот несколько дней, у нее уже 20% легких было поражено, у супруги. Ну, вы представляете, какое состояние было у меня? Вот хорошо, дети с нами в этот период, они были там у бабушки, они не жили. Ну, они взрослые уже у нас. Мы были вдвоем. Но я-то с ней. И я понимал, что я тоже теперь заражен. А тут везде по телевизору говорят, это середина апреля. То есть, это был страх и ужас. Понимаете? Врачей нету, все болеют, скорых не хватает. Общая такая вот паника. То есть, мы пережили такое вот время, мы не знали, что нас ждет в будущем. Люди умирают, а у жены воспаление. И вы знаете, я не хотел бы этот опыт повторить никогда в жизни, вот этого заболевания. То есть, я много чем болел, но чтобы вот такого страха и ужаса. Ну, и потом я стал узнавать уже к концу апреля, там, в мае, что в разных религиозных организациях священнослужители, там, в русской православной церкви, мне знакомые, причем и в протестантских организациях умерли. Даже вот один друг мой, Равин, пожилой человек, умер. И в конечном итоге, даже вот в конце августа, эта трагедия коснулась моих родственников, моих близких, умер мой двоюродный брат. 44 года ему было, вот 30 августа мы его похоронили, Алексея. И кто бы знал, да, что это коснется моей семьи. То есть, вот к чему я это все рассказываю, что пока нас это не касается, где-то она далеко, в Китае, мы на это не обращаем внимания. Мы можем там спекулировать какими-то теориями, там, заговора, там, политики или так далее. Но когда это коснется нас... Тогда понимаешь, что опасность реальна. Понимаешь, что она реальна. Я хочу, вот пользуясь случаем этой передачи, предупредить, как человек, переживший это заболевание вместе с супругой и потерявший родных и близких, хочу предупредить, что это очень опасно. И всем нужно очень внимательно отнестись и к своей жизни, и к жизни наших близких. Потому что это же вирус. То есть, от нашего поведения зависит жизнь близких нам людей, наших друзей, коллег. То есть, очень внимательно нужно относиться. Ну, в общем-то, понятно. Опасность реальная. Понятно, что меры по противодействию вот этой опасности, они серьезно меняют нашу повседневность. Вот что, собственно, мы можем противопоставить вот всем вот этим изменениям? Ну, я имею в виду, конечно, религиозные организации, то есть церкви. Ну, задача церкви – утешать и помогать людям в кризисе. И вот сегодня, когда я описывал то, что пережила моя семья, я на себе почувствовал этот страх, неуверенность в будущем. Но все-таки я верующий человек, я пастор. И во время этой болезни я и моя супруга, мы обращались в молитвах к Господу. За нас молились наши друзья, мои единоверцы и не только. И поэтому эти переживания, они у нас были, они серьезные были, но все-таки они были не такие, как у людей, которые не имеют связи с Богом, да, а вот такой вот молитвенной и духовной связи. Таких людей очень много сегодня. В том числе люди, которые и так находятся в какой-то кризисной ситуации, а тут еще все наложилось. Конечно. И вот задача и церкви, и верующих людей в этот кризис – это самая важная, я считаю, первостепенная задача – именно оказать духовную поддержку, духовную помощь, чтобы человек не остался один на один с этой болезнью. Чтобы мы могли через Слово Божие рассказать людям о той надежде, которую дает каждому из нас Христос, и о надежде исцеления, и о надежде вечной жизни. Многие потеряли родных и близких, и как вот даже и в моей семье это произошло. И здесь тоже Слово утешения из Священного Писания, оно играет очень важную роль, Слово надежды для людей, которые испытали вот эту трагедию. Это первостепенная задача церкви и верующих. Ну и, конечно же, социальная помощь, потому что в Священном Писании написано, что те люди, которые помогают больным, посещают больных, они, по сути, посещают самого Иисуса Христа. Я хотел бы, кстати, даже этот текст прочитать, он записан в Евангелии от Матфея, 25 главе. Христос говорит, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. То есть, видите, посещая больных, оказывая помощь больным людям, мы помогаем самому Иисусу Христу. И многие верующие в это время, сложное, стали волонтерами, теми, кто доставляет продукты, людям, находящимся на изоляции, тем, кто находится в болезни или просто на изоляции. Составляет продукты, медикаменты, необходимые вещи. Ну, конечно, соблюдая все санитарные меры, безусловно, это очень важно. Но вот осуществляет такое вот посильное социальное служение, и оно имеет очень большое значение в преодолении пандемии. Ну, кризис, он часто вызван... Ну, я имею в виду, кризис в данном случае даже не то, что там какой-то экономический или еще какой-то, а кризис личный. Он часто вызван тем, что привычный уклад, он разрушился. То есть то, что мы привычно делали, ну, хотя, в общем-то, какие-то элементы этого уклада уже вернулись. То есть, ну, вот по себе могу сказать, открылись, например, фитнес-центры. Ну, это такой просто момент, что там 4 месяца они были закрыты, вот сейчас они открылись. То есть, постепенно жизнь как-то вот входит в свое обычное русло. Ну, пройдет еще какое-то время, начнем перемещаться совершенно свободно, не только в пределах города, но и страны. Там поедем отдыхать, кто-то, может быть, за рубеж поедет и так далее. Но все-таки вот то, с чем мы столкнулись, оно чему-то нас, наверное, должно научить. Вот чему научить. Ну, да, наверное, тоже вопрос задают люди, почему Господь допустил такое заболевание. Ну, отчасти, хотя... Хотя мы понимаем, что болезни, связанные вообще с общей природой греха на нашей земле, да, и с общим укладом жизни человеческой. Вот, но я думаю, что вот эта пандемия – это еще один сигнал для нас, чтобы мы произвели переоценку наших ценностей. Потому что, прежде всего, пандемия ударила по ценностям современного мира. Смотрите, это развлечение, индустрия развлечений, да, это бизнес, деньги, да, это, наверное, ну, власть тоже в определенном смысле, потеря власти. Да и, собственно говоря, потеря самой жизни. Вот, человек – это тоже, в общем-то, такой серьезный удар. То есть, вот человек... Ведь пандемия коснулась всех людей, даже тех, кто ввел до этого здоровый образ жизни, да, и мечтал прожить как можно дольше на этой земле. И планы у него были такие, что вот я заработаю, я здоровый образ жизни веду, проживу долго и счастливо. И тут вдруг коронавирус уносит из жизни этих людей, которые, казалось, должны были бы жить долго. И все это заставляет задуматься. Вот, а теми ли ценностями мы жили до пандемии, на правильном пути мы находились. Вот, все это обнажает, ну, такую духовную наготу нашу, да. Вот, и если у нас не было и нету связи с Господом, если у нас нету тех духовных ценностей, которые содержатся в Священном Писании, то фактически пандемия может лишить нас всего. Всего лишить. Ну, то есть, мы заперты у себя в четырех стенах, и жизнь кончилась. Да, совершенно верно. Потому что, и вот пандемия как раз показывает, что все эти ценности, и работы, и развлечения, и в конечном итоге даже здоровье наше, они приходящие. То есть, все это когда-то может, и даже не когда-то, а все это внезапно может закончиться. И единственная ценность, которая у нас остается, это вот ценности Слова Божьего. Это наш Господь, та надежда, которую Он нам дает, наше взаимоотношение с Господом, наша вера. Вот пандемия этого не может коснуться. И не может, если у нас есть эти ценности, то мы тогда будем в безопасности. Это лекарство от любой пандемии. И я хочу пожелать нашим зрителям, чтобы вы в этот непростой кризисный период задумались, пересмотрели ценности вашей жизни, обратились к Слову Божьему, обратились к молитве к Господу и получили поддержку Слова Божьего. Ну и, конечно, хочу пожелать вам здоровья, чтобы эта болезнь не коснулась вас, ваших близких, родных, чтобы все вы были живы и здоровы. Спасибо, Олег Юрьевич. Олег Юрьевич. Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Многие ощущают себя ненужными, лишними. От нас зависит, как наши близкие переживут это время и как будут жить дальше. Добрые отношения, забота и участие сегодня важны, как никогда. Будьте внимательны друг к другу. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok